Ну что, потопали? Ух ты! Ага, сейчас То есть нужно в этом круге, да, оставаться? Потому что если мы выйдем, нам какашка будет Ну, то есть, попа нам будет Вот что они... Ребята, у нас сломанный меч Да, это очень круто, как я вижу Очень круто Сломанный мечом бегать у нас... Мы даже себе шмот не покупаем Мы себе нифига не делаем А если честно, нужно как-то очень даже подготавливаться Потому что если мы это не будем делать, то... Вот жопа нам действительно и будет А сейчас у нас, наверное, потопает какая-то куча... Вот, смотрите, уже топаем У нас уже там какие-то монстры бегут Мне кажется... Ой, и в конце этого задания, мне кажется, будут тоже какие-то монстры Уй, у нас там... Ага Типа боссы какие-то будут Мне так кажется А знаете, мы как-то даже не готовимся Мы это вообще ничего не делаем Я думаю, мы так сможем прийти и просто-напросто... Так прийти и просто-напросто всех убить И пройти задание Это нафиг не так очень просто А мы еще нафиг с поломанным мечом бегаем Очень круто И как нам сейчас проходить... Знаете, я просто как-то не зацепиваюсь по этому поводу Я думаю, ух, как можно быстрее... Как можно быстрее пройти задание Ага Как можно быстрее задание пройти А про игру, про то, что нас могут расфигачить очень просто Ай, во, ага, вот Ну потопали, дивуля Давайте перезарядимся Хотя не нужно было Ну Еще три портала Из трех порталов на нас будут еще вот эти твари выбегать Офигеть Вот Второй портал по счету Будем надеяться, что мы сможем справиться А если тут в конце еще и босс какой-то будет Это вообще офигеть будет Я точно не смогу справиться с этим боссом Потому что у нас поломанные мечи А если ты, босс, знаете, какой-то дикая охота То... Офигеть Я говорю, если там будет какой-то финальный босс То мы вряд ли справимся с ним Нужно вот этот щит использовать Он очень полезен Если его знать Точнее не знать А просто знаете Каждый раз его использовать Вот он отрегенился Настукнули Он отрегенился И сразу его использовать Вот это хреново С этого круга нельзя выходить Вот видите Если ты выходишь То сразу урон наносится У нас есть вообще какая-то еда Мда Мда Как мы выживем Если у нас даже еда нет Гнющее мясо Мы вряд ли сможем покушать Будем надеяться Что сможем пройти Это легко Ну, если там говорю Если там в конце босс будет То мы вряд ли это сможем пройти Потому что у нас пол жизни Плечилок у нас нету Вот это зелья у нас гром есть Оно вроде увеличивает атаку Посмотрим сейчас Со сломанным мечом Это не так очень просто У нас пол жизни Сейчас, подождите Еще тут нам осталось Еще последний портал убить Закрыть точнее портал И убить тварей Которые с него будут убегать Субтитры сделал Dima Вот смотрите Вот так с порталом Да, то есть Они нас бьют, можно сказать Но урон она не наносит Потому что портал нас защищает От не портала, а вот этот щит Защищает только от одного удара Это, в принципе, мало, если честно Получилось О, наконец-то Ториан мой! Дима! Что с тобой? Чепуха Просто потратила Слишком много силы Если ты не можешь идти Если ты не сможешь идти Не бросай меня здесь Я этого ни за что не сделаю Хотел бы я сказать Что тут можно сделать привал Знаю Знаю Нужно идти Ну давай Топай, топай, топай То еще упадешь Заснешь Уснешь Тут есть что-то, что мы можем поднять Не заблокировали проход Может и я попробую А мы можем тут Медитацию сделать Предоставь это мне Можем Ху Ну тогда круто Потому что мы сможем вылечиться О, нормально Ну давай предоставляю Предоставляю Потопали Ну надеюсь Что сможем догнать Опа Он ждет нас Пожалуйста Не говорите Что нам с ним нужно будет сражаться Мне стремно Ух Мы вряд ли его сможем убить Охоту вот эту Он с поломанным мечом Пожалуйста Уйди По-хорошему Ух ты прям дружок Это наш друг Да Друг Крутое приветствие Наш друг Достает секиру Иди сюда Дружок Я не знаю Как с ним сражаться Будем сейчас искать Какую-то тактику Ты упрямый Толь Ух Прям громил Офигеть Я Я помогу Отойди Хватит мной командовать Ну хотя бы поддержка Если Это Интересно Насколько тебя хватит Ага Это босс Ну понятно Что босс Ух ты нафиг По одному ударчику Ах Ну знаете что Я думаю Мы будем на него только нападать Тогда Когда у нас будет щит Чтобы первый удар Он нас Ну В смысле Выдержал Да Потому что Вот Мы его ударили И один удар Он выдержал Как только один удар Он выдержал Я сразу Жду пока Вот А почему я разбил щит Я как-то не понял Лучше все-таки щитом Брони у нас не так Очень много И мы себе не можем Позволить На пролом Вот Опять щит разбился Ааа Давайте попробуем Зелье Вот это Хотя Может даже О Вот видите А так бы у нас Хрена Кнул Вот этой Атакой И снёс бы нам Наверное Полжизнь А так Вот этот щит Выдержит Одну атаку Видите Нормально Ух ты Это что такое Опять Да вы же Какой болезнь Он был хилиться Он хилиться Так Одного убили Здорово Убили Третьего убили Все Мне кажется Так Давайте попробуем Эту атаку Использовать Только Сначала Щит Актини Диабра Ну Супер А ну Сейчас Ух ты Нихрена Себе Не Ребята Лучше Все-таки Я на него Щитом Буду идти Потому что Видите С одного С одного С одного Не могу Выговорить Слово С одного Удара Он нам Сносит Офигеть Сколько Много Поэтому Мне кажется Лучше На него Нападать Только Когда Он Нащит О У него Такой Размах Нафиг Что Он Зацепляет Сто Процентов Ждем Ждем Щита О Нормально Он Нас тоже Ударил Но Ничего Нам Не Снес Можно И так Сказать А мы Ему Крит Нанесли Ну Вот Такой Способ Ладно Крутой Можно Сказать Вот 130 Урона Мы Уже Полжизии Снесли Сколько Он Еще Раз Будет Этот Портал Вызывать Мне Кажется Еще Разок Другой Будет Ух Ты Вот Это Круто Мы Сделали А Ну Сейчас Хоть Я ему Нормально Я ему Нормально Сниму Смотрите Ух Ты Смотрите Мы Уже Практически Убили Уже Норма 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 Как Ваша Мать Еще Разрыв Ну Там Полжизни Как Полжизни Уже Жизни Не Остал Норма 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 Норм. Столкнули его пару раз, зато щит он нам сбил. Так, норм. Так, сейчас, ребят, я просто сосредоточен сейчас, вы видите, что его немного сложно убить, плюс тому... Плюс тому у нас бронька, можно сказать, с самого начала, мы даже себе броньку не покупаем. Поэтому это будет немного сложновато, хотя, видите, мы его нормально так пинаем. Конечно, только щитом у нас получает, а почему-то его гугл загнало. Хотя, может, это и лучше. О! Я без щита на него полез, видите, сколько он нам сбил. 117 урона, норм. Ударим. Ух. Ждем, ждем щит. Ну, щит, знаете, он быстро восстанавливается. Можно и так сказать. Обменялись ударами, вроде. Так, давай, 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 ты его там прикрывай. Да, нормально, прикрывай нас. Ух ты, убили. Что зима выпала? Я боялась, что... Что зима выпала? Давай осмотримся. Меч! Меч, 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 меч. Что-то, меч, меч, меч. А какой? Ага. Дополнительный урон. Ух ты, нифига себе. Кровотечение. Ага. Ух ты, нифига себе. Было бы круто, если бы вот этот меч выпал, потому что вот этот вроде против монстров, первые, которые нам дали. А тот, который у нас поломанный, он против людей, да? Мне кажется, было бы лучше, если бы нам дали против людей в какой-то степени. Потому что другие у нас поломанные. Охренеть. Давайте пособираем, что тут есть. Вроде больше ничего. Ну, потопали. Я надеюсь, это уже конец. Ну, в смысле, мы будем убираться отсюда или нет? Лара на люм. Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Ух, так вы это... вместе? Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Дождь падает в пещере. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они будут камни на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об Эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Эльф предупредил Цири о ведьмах. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Ты знаешь этих ведьм? Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховый топе. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают... Пришельцев? Именно они остановят Мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб. Хорошо, что трансформеров тут нету, только... Да, ладно. Первые дни двадцать мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву. И столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Как найти этих ведьм? Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, А потом идти по следу сладостей. С кого? А, точно. Вы что, там конфетки раскидали по дороге и поднимите? Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я... Я правда верю, что ты найдешь цель. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Так, можно что-то тут еще взять? Зачем мы вообще пришли? О, книжечка какая-то. Опа, там еще что-то валяется. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось. Ммм, таинственный чародей-травник. Так, о, вот смотрите, там что-то есть. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Набилась, значит. Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз не холен. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Я понял. Да дай мне пройти, ты толстая нафиг. Должно быть, он сам сжег эти записки. А хоть и на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Ух ты. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Так, это выход уже или что? Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Чего? Кто магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. Икаль, скоро он вряд ли сюда вернется. Я попробую найти его сама. Если только смогу. Давай выбираться. Харе, светильники всякие искать. Ну ладно, помогу, так уж и бы. Надеюсь, это не будет долго. Отлично, тогда пойдем. Ну иди, веди. Велоглан. Здесь мы точно что-нибудь найдем. Ну пошли. Опа, уровень. Кожа очередная. А смотри, а у нас есть какая-то. Опа, у нас бронька есть какая-то. А я даже не видел. Сопротивление удастся. Ух ты. А ну давайте оденем. Это так. Вот это да, это обычное. А вот это... Ух ты, смотрите. Я даже как-то не замечал. Нифига себе бронька у нас есть. И уровень у нас есть. Умение персонажа. Давайте, знаете, вот что я хочу увеличить. Давайте вот это увеличить максимальный запас. Уровень здоровья на 500 единиц. Это дохрена, если честно. Я надеюсь, это не временно. Потому что я помню предыдущее умение, которое я купил. Оно вроде было временное что ли или нет. Не знаю, честно. Ну давай. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один раз. Это нужно запоминать, это загадка какая-то. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Ух ты. Да, похоже на загадку. Это нам нужно как... Офигеть. Ладно, давайте попробуем решить эту головоломку. Второй раз повторять. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Попробуем разобраться. А что нам нужно? Ага, вот статуи, да, какие-то? Ладно. Первый шел сам, да? Первый шел сам. Вот. Ну давайте допустим... Второй играл песню. Кто тут что-то играет? Эта песня... Вот, мне кажется этот. Второй играл песню. Подожди, подожди. Что-то произошло. Значит правильно. Третий шел со своим верным другом. Вот. А четвертый не шел рядом с первым, но играл песню. Тоже какие. Э, ну в принципе вот последний остался. Да. Получилось. Я прям в Шерлок Холмсе какой-то, ребята. Ну хотя это в принципе не сложно, но все же. Так. Опа. Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Дорен, то предположил бы, что это ее гробница. Может это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крюгениным из леда. Может быть этот эльф в родстве с Ларой? Ну это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда. Потопали. Только дай мне болтать вот этот сундучок. Ух ты! Штанишки, ребята! А ну, я просто сейчас еще там какой-то проход видел наверх. Вот он. Дайте-ка я еще сюда забегу, может я что-то смогу найти. Медальон дрожит. Это место силой. Может нам лучше туда не идти? О, смотрите. О, вот знак ИРН какой-то. Вы получили одну очку умений. Это круто. Умение персонажа. Вот. Чтобы изучить. Каждый элемент легкого доспега увеличивается к урону. Каждый элемент среднего мощности. Каждый элемент тяжелого нет. Это нам не нужно. А! Арбалет наносит 25% больше урона. Зря я это, наверное, изучил, если честно. Нужно было что-то другое. Если уровень ИРН слишком низ, знаки можно накладывать за счет очков адреналина. Увеличить выработку адреналина 5% вы используете. Ага. Очки адреналина увеличивают как урон, наносимый вашим уроном, так и силу знаков. Нормально. Увеличить максимальный уровень. И так охренеть какое-то слово. Дрем. Дрем. Днем мне бой здоровья восстанавливается 10 секунд быстрее. Ночью энергия восстанавливается. Ну давайте вот это изучим. Круто. Там, там, там штанишки какие-то у нас были. Ух, мы вообще модники. Опять голем. Так, будем на него тоже идти. Только щитом. Ух, ты фиганул нам, конечно. Но все же у нас щит был и не так уж и много. Так, ждем щит. Мы попытаемся его убить, допустим, что у нас не стукал. Так. Ух, ты прям фиганул нам. Давай, давай, уже почти мы его убили. Ух, ты прям фиганул. Ух, ты прям фиганул. Ух. Ух, ты прям фиганул. Ух. Ух. Найти выход в виду... Но это не то. Чертеж меча. Ух, новый меч, новый меч. Это ремонтный набор. Так, ща, 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 ща. Меч, меч. Что за меч? Ага, ну этот, мне кажется, лучше будет, который мы с того выбили. А этот нет, это только туда. Так, что мы... Инструменты бронепозволяют чинить элементы доспеха. Ага. Ну, это вряд ли мы сможем. Ох, штанишки. У нас есть какие-то еще новые штанишки. Сопределение колючим, ударным, рубящим. 2, 2, 6, 5, 5, 7. Давайте вот это делим. И что мы еще подняли? Ага, это лечилки, да? То есть, что-то лечит оно. Тут же мы что, подняли? Всякую фигню. Ну как, может не фигню, но все же. И тут мы что-то подняли. И тут подняли. И тут что-то у нас еще есть. Вот так давайте. Ну давай, давай, опрознайте, чтобы вот эта фигня там не горела. Вот. Ай, так горит. Ну ладно, пофиг. Круто! Мы еще и голема убили. Мы еще и голема убили. Нам еще и опыт дал. Это нормально, ребята. Медальон дрожит. Это место силы. Спасибо, но я уже понял, если честно. Ух ты. Потопали. Ну все, ребята, мы наверно уже будем выбираться. Сколько там? Найдите выход. Ну, в принципе, все. Раз выход, значит мы уже выбираемся отсюда. Идем. Конечно, идем. Кто-то налажил иллюзию. Ну вот мы и выбрались, наконец-то. Фу. Наконец-то. Ну, дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цире. Что-то важное. Ты собираешься на кривоуховый топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт. Мужчины делятся на тех, кто использует случай. И тех, кто этот случай создает. Что там за молзу? Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое-чем попросить. Ну, так что. Ты еще заглянешь? Ну, милочка, мадам. Конечно, мы заглянем, попытаемся. Обязательно загляну. Конечно. Я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кира. Ох, тупо. Аллакопукли. Какое-то заклинание пошло, да. Ух. Наконец-то, ребята. Выполнили мы задание. Мы сделали. Если честно, было, да, немного сложно, потому что у нас... Опа. Видите, какое-то там существо. Вот оно. Ну, ладно. То есть, смотрите. Мы, наверное, уже на этом будем заканчивать, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, наберем 100 лайков, сразу же выходит новая серия Ведьмака. Оставляйте свои комментарии. Мне нравится, когда много комментариев. Не стесняемся. Пишите, что вы хотите писать. Ух. Прям уши уже болят. Пишите, что вы хотите. И также, ребята, я буду очень рад, если будет много комментариев. Я также постараюсь прочитать каждый из них и также каждый из них ответить. Ребята, вступайте в нашу банду Купик Перца. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Я буду этому очень рад, если вы это сделаете. И также вступите в нашу большую семью. Еще раз всем спасибо за просмотр. Если вы любите Ведьмака, ставьте палец вверх. Буду очень этому рад. Еще раз повторюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.